Когда такие, как Крисин, какие, как Янакиевский, такие, как Злочевский уходят от расследования, когда весь государственный аппарат и политическая элита занимается покрытием топ-коррупционеров, которые оборвывают людей, ну как-то выставлять Давида Сахарлидзе, который всегда жил по правилам, по ценностям, как главного, значит, злочинца Украины, я думаю, что для него будет очень сложно, хотя я думаю, что суд будет ускоряться, по суде Гладишевой было видно, что она жертва тоже телефонного права, ей придется имитировать судебное заседание и суд, так называемый, в Мостыцком-Альовской области, ну, ну, будем сражаться, мы все понимаем, что решение от этого суда зависит не от Уголовного прауциального кодекса или Уголовного кодекса, но от политической ситуации обстановки в Украине. Маем у телефонный звонок. Перший, добрый вечер. Доброго вечера, Плани Давидов. Добрый вечер. Меня зовут Андрей, я из Львовской области, постараюсь быстро задать вопрос, чтобы встигнуть. Пане Давидо, Борис Березовский финансировал помаранчевую революцию. Борис Березовский верил, что финансируя помаранчевую революцию, он может повалить Путіна в Россию. А недавно российский бизнесмен Чечваркин в интервью Дмитру Гордонович заявил, что если в Украине будут реформы, то они могут иметь влияние на ситуацию в Россию, Путин может потерять владу. Мне интересно, пане Давидо, верите, что существует такая закономерность. То есть, если реформы будут в Украине, то Путин может потерять владу в Россию. И если верите, что существует такая закономерность, то наступное вопрос, пане Давидо. 18 березня будет вечер на Майдане независимости. Так, случайно. А чи будете вы звертатись до россиян, выходите на протести против влади Путіна? Чи не будете его робить? Спасибо. Это очень хороший вопрос. Я отвечаю на много вопросов, в том числе, когда меня лично спрашивают, что я делаю все-таки в Украине, зачем мы, грузинские украинцы, боремся в Украине за прогресс. Мы, в принципе, можем и этим вашим вопросом ответить на последнее запытание. Конечно же, если бы не было Майдана, Путин бы спокойно себя чувствовал с Януковичем или заменителем Януковича, которого он бы выбирал в Украине. И не было бы нужды развязывать войну на Донбассе, поскольку ситуация для него была бы причесана. Почему Путин активизировался и развязал войну? Почему он начал атаковать и забирать украинские территории? Потому что он четко увидел риски того, что Майдан и вот этот свежий воздух, так сказать, свободы может достигнуть и Кремля. И вот это все может перелиться в его страну. Поэтому, конечно, для Путина очень выгодно иметь в Украине такую власть, в том числе, которая ни на что не способна, которая не проводит реформы, и при которой вероятность возвращения наших территорий, оккупированных территорий, сегодня, к сожалению, равна к нулю. Потому что без реформ, без сильной экономики невозможно будет выстроить ту систему, которая рано или поздно вернет нам то, что у нас отобрали и забрали. Конечно, да. Конечно, прогресс в Украине прорвет и разрушит те остатки Советской империи и Царской империи России, которые на сегодняшний день остались. Ее влияние на Кавказ, на Грузию, в том числе, конечно же, ее влияние на стран Малой Азии, где она считает до сих пор эти страны сферой своего влияния и так далее, и так далее. Да, и эта наша борьба выходит намного дальше и шире, чем борьба с каким-то Порошенко, с какими-то Луценками и другими временными политиками Украины. Это очень серьезная политическая борьба, потому что Россия на Украину всегда смотрит, как на буфер из защитной территории от Запада, которая должна быть четко подконтрольной России, чтобы они всегда понимали, что тут происходит, и кто здесь принимает решение, согласовываясь с ними. Чи будете вы 18 березня звертатись до межканцев России? Ну, я не знаю. Наверное, скорее всего, там будут заявления, поскольку много людей будет выступать, наверное, или немного людей, но они все понимают, что... Я не думаю, что сейчас это будет иметь большой плыв на российскую политику, и кто-то будет выступать. Я все-таки думаю, что в России произойдет какой-то дворцовый переворот рано или поздно, и Путин заменит какой-то другой маленький Путин или новый Путин и так далее, потому что более-менее там все так выстроено. Но будем надеяться, конечно, на лучшие изменения, и пожелаем тем людям, которые там сражаются за свободу тоже, и за правильные ценности тоже удачи. Хотя таких в России очень мало, и они никакого большого влияния там, к сожалению, не имеют на свете. Давайте подивимось одни из питаний, яке мы записали серед украинців на улицах. Доброго дня, меня зовут Андрей, я из города Ивано-Франківск, и мое питание наступное. Враховуючи те, что в нашем парламенте коалиція существует больше де юри, чем де факто, какие, на ваш взгляд, имоверность проведения достроковых парламентских выборов? Вероятность таких выборов есть, конечно. Но Петр Алексеевич, я думаю, что будет бояться сперва назначать парламентские выборы, поскольку его партия, так называемая партия, не может в них победить. А после проигрыша парламентских выборов, идти на президентские выборы для него будет, ну, наверное, катастрофически сложно. И невозможно потом их выигрывать. Поэтому, я думаю, что они будут назначать или одновременно, и президентские, и парламентские выборы, или по очередности сперва президентские выборы, и потом парламентские, чтобы весь весь служб осесть на президентские выборы, пытаться их выиграть, хотя это маловероятно по всем последним вопросам, и потом идти на парламентские. Ну, очень даже вероятно, я думаю, потому что унижаясь не только украинские грузины, но и украинцев, это уже как-то традиция наших элит, к сожалению. Они не считают ни за что человеческую жизнь или достоинство и так далее. И, ну, конечно, могут так поступить. Я не сомневаюсь, что там их... Вот сегодня как раз я проходил сейчас Майдан только что. За последние полгода мы стали свидетелями того, что абсолютно бессовестная власть, фарисейская власть, сперва прикрывалась фотографиями и портретами погибших добровольцев, и они застроили весь Майдан уродливыми конструкциями для того, чтобы просто люди не собирались на Майдан, святое, так сказать, место сбора людей и высказывания политического протеста. Потом они прикрывались фотографиями погибших героев с небесной сотни, и на 18 число для того, чтобы, опять же, украсть у людей Майдан, они решили прикрыться уже крымско-татарской темой, поскольку 18 число официальный день оккупации, официальная оккупация уже Крыма, и вот они собирают лояльных, так сказать, для них людей. Там будет, я думаю, что несколько народных депутатов тоже, которые, наверное, в согласовании с администрацией президента решили в этом участвовать и так далее. Я с глубоким уважением отношусь к крымским татарам, особенно к Мустафе Джамилеву, он величайший человек нашей современности и очень многое через что пережил. Но я думаю, что участвовать в такого рода манипуляциях, которые устраивают те люди, которые ничего общего не имеют абсолютно с трагедией крымско-татарского народа или с геноцидом, или особенно с небесной сотней, потому что просто не разделяют их ценности, за которые эти люди погибли, участвовать в таких рода акциях и манипуляциях, это, я думаю, что тоже преступление, нельзя этого делать. Мы, конечно, найдем способ 18 числа провести нашу мирную акцию, но я думаю, что лучше всех описывать циничность и фарисейство этой власти, вот то, что происходит уже полгода на Майдане. Вот эти уродливые конструкции, миллионы гривен на ругоплательщиков Украины, которые направлены не на обеспечение и на помощь семьям политических заключенных из того же самого Крыма, или погибших добровольцев, или семьям Небесной сотни, а вот на каприз Порошенко для того, чтобы он решить, что в Тане не должен собираться народ, и вот каждую неделю там это все застраивается уродливой конструкции. Можем еще один телефонный звонок. Добрий вечер. Добрий вечер. Представьте, звезды в вашем году. Андрей, я из города Конотопа. Пане Давиде, вот когда Путин развязал агрессию против маленькой 5-миллионной Грузии, то ее президент Саакашвили и грузинская армия выполнили мужный опер, и благодаря этому и с помощью Захода остановили Российскую армию, и война продолжала буквально там вечерние дни, и втрати были минимальны, и далее Грузия получила возможность мирно жить, развиваться, делать реформи. Это не так. Как вы считаете, если бы наши кермани, сначала это был Турчинов, а потом Порошенко, делали так же рисуче, как в Погане и Саакашвили, не ручкалися там с Путином, а стреляли по первому гумконвою, и не торговали с Россией, то не было бы такой ситуации, которую мы имеем сегодня. Война уже тривает 4 лет, больше, чем великая венчизненная война. И втрати, десятки тысяч людей, больше, чем в разу Радянского союза, сейчас Афганского, авантюры, то мы бы уникнули от этой гадьбы. И такое маленькое вопрос еще. Вот Порошенко не любит украинских грузинцев, но и почему-то любит украинских россиян. Угорь Сарева, Климкин, они командуют президентским полком, национальной гвардией, военно-авиацией. И вот новое призначение, судячи из его названия, осуществляет русианин, грузинской армии, бой генералами российскими призывчатами. Афганского союза, афганского союза, афганского союза, сепаратистскими. Дякую за вопрос. Давайте не будем углубляться в национальности. Я думаю, что много достойных русских украинцев сегодня не только живут в этой стране, но и с оружием рука защищают страну против российской агрессии. Я знаю многих таких, которые русскоязычные, которые живут в Харькове, Луганске, в Донецке. Они этнические русские, но защищают Украину. И то, что Порошенко сегодня извращает, так сказать, образ государственности Украины, но это никак не должно быть связано с национальностью и так далее. Что касается торговли, да, я с вами согласен. Если ты ведешь войну, надо это называть войной и не угрожать всем нам, что они объявят только военное положение тогда, когда Порошенко почувствует угрозу потери власти. То же самое Турчинов и Яценюк, и эта компания. А войну надо называть войной. Оккупацию надо называть оккупацией. И не торговать с оккупированными территориями, не торговать вместе с Ренатом Ахметовым и не зарабатывать на кошельке каждого украинца. Откуда взялся Роттердам Плюс эта формула? Она взялась из-за причин войны, благодаря войне, и на этом стали зарабатывать несколько человек. Его фамилия Порошенко и его фамилия также Ахметов. Поэтому и не иметь бизнес в России, причем, там, Липецкую фабрику и остальное, остальное. есть такое, величайший, наверное, наш товарищ и наставник, Каха Беннукизе, говорил, что если мы хотим, чтобы Грузия развивалась, давайте представим, что на месте России океан, просто большое море, и забудем, что там происходит, что на нас влияет, и так далее, и так далее. Вот в этом случае мы будем развиваться. Но невозможно и торговать, и зарабатывать с врагом одновременно, и навязывать вышиванки потом собственному народу, что он там величайший главнокомандующий, который нас всех защищает от российской агрессии, когда другой рукой воруют, например, наши последние гроши на разных формулах энергетических вместе с их олигархами, и так далее, когда его близкий товарищ Медвичу каждый вторую неделю летает в Москву и договаривается с ними разных вопросов. Не имею в виду обмен пленных, а других, так сказать, бизнесовых, наверное, вопросов. Давайте подивимось еще одно відеопитание. Доброго дня, меня зовут Галина, меня цікавит доля Михаила Саакашвили. Скажите, будь ласка, чи приедет он в Украину, если так, то коли? Наверное, это надо спросить самого Михаила. Он, конечно, приедет, приедет тогда, когда ситуация изменится, и один человек в стране не будет уже решать, кого пускать, кого запускать, кому давать гражданство, потом отбирать гражданство как продукцию шоколада Рошин и так далее. Потому что была такая ситуация, когда Янукович решил нас тоже не упускать. Я был в том числе в этом списке персононград во время Майдана, так называемый список Царева. Его возглавлял Саакашвили, Михаил, бывший президент Грузии. Тогда, когда он все равно северодепутатами прорвался и вернулся обратно в Украину. Поэтому, я думаю, после всего, что всех этих сражений и баталий, всего того, что он отдал, честь, энергию, после всех этих прошенных вызовов, так сказать, саму себе, в первую очередь, как политику и как деятелю, как просто обычному грузинскому, так сказать, украинцу и украинскому политику, я думаю, что Михаил сыграет очень важную роль, она или поздно, в истории Украины. Вячеслав Дуценко пишет в фейсбуке, Давид, вы не связываете останние події с затриманием Рубана, с винувачением Савченко, оголошением террористичної загрози с приводом забороны акций протеста? Ну, такие попытки у них были, существуют такие СБУшные, чисто старые КГБшные постановки, когда в какой-то конспиративной квартире вдруг находятся оружие, какие-то там, гранаты, пулеметы, карты, разные там, мостов и так далее, вдруг находят там, листовку импичмента президента Порошенко, например, да, или требования импичмента Порошенко. Ну, наверное, слава Богу, что мы все-таки не живем в среднеазиатской и африканской диктатуре, где можно запретить любое выражение слова, в Украине это не работает и не будет работать, хотя попытки будут, поскольку то, что мы видели вчера, это на самом деле больше разозлить людей, чем например, испугает их, она пугает, они пытаются демонстрировать силу, что вот Савченко пыталась кого-то бросить гранату, расстрелять, и вот мы ее накажем, она будет сидеть и так далее, и так далее. Они довели страну до такой ситуации, что, к моему большому сожалению, какая-то очень существенная часть украинцев будет ей даже аплодировать и говорить, что вот Надя молодец, она хотела сделать то, что мы не хотели или мы не могли, но вот хотелось бы сделать и так далее. Поэтому они живут в каком-то параллельном миру, и думают, что вот то, что они делают, это правильно, и в это все поверят, потому что у них есть много парахоботов, которым платят за наворованные наши с вами деньги, у них есть много телеканалов, у них есть много наворованных денег и так далее, и так далее. Хотя, как бы они не застраивали бы, например, Майданы разными уродливыми конструкциями и прикрывались погибшими героями, все равно это движение, оно началось, и оно не закончится, и оно приведет к следующему прогрессу, обязательному прогрессу в Украине. Телефонный звонок еще дерьмаемо. Добрый вечер. Это вас беспокоит Харьков. Скажите, пожалуйста, меня волнует очень, очень волнует. Я в студии, да? Так, мы вас чуем. Скажите, пожалуйста, по поводу Савченко, как можно вообще зайти в парламент, повесить на плечо один автомат, на левое плечо, на правое плечо, второй автомат, обесить себя гранатами и подорвать парламент? Как можно так вообще говорить об этом? Я, вы знаете, я просто, настолько мы ее уважаем, и как можно такое было сказать? Ответьте, пожалуйста, я не могу. Ну, как можно? Я, наверное, этот вопрос можно задать Юрию Руценко, я тоже это не понимаю, если честно. И, ну, уже генеральный прокурор довел уровень доверия к себе и к системе до такого уровня, что вот ничем, что он говорит, и обычно говорит, ну, на очень, так сказать, комическом уровне никто не доверяет, да? так сказать, голосом и в стиле вышинского советского генерального прокурора он также докладывал в Верховной Раде, что нам этого местечка финансировал Путин на деньги Курченко, так называемые, там, Саакашвили-злочинец и так далее, и так далее. Потом он сказал, что Саакашвили должен покинуть Украину. Оказывается, особо опасный преступник Саакашвили, который пытался свергнуть власть в Украине на деньги Путина, так как нам докладывал тогда и вещал Юрий Луценко, сейчас уже для них не актуален, и вот о нем никто, значит, сегодня уже не помнит. Забыли, потому что его убрали из страны. Сегодня сидит Северин Дангадзе, вот на данный момент идет его суд, он у них в заложниках, этот молодой парень, его держат в заложнике, и вот его не выпускают, потому что вот так решили они вот просто расправиться с молодым парнем для того, чтобы создать иллюзию, в которую никто не верит. Вот как можно довести уровень доверия к правоохранительному органу и прокуратуре, который они просто превратили в какой-то легальный инструмент репрессий. Суды, в том числе, и так далее, которые вот все как-то имитируют какое-то правосудие, какую-то деятельность, ну, это ненормально. Украине Бог дал все абсолютно, чтобы она развивалась, но вот как-то на нас до сих пор действовало какое-то проклятие. Вот нам не везло с теми элитами, которые приходили и мешали развитию страны. Просто вот несколько десяток человек держало эту прекрасную страну все время в заложнике. Андрей Кудряшов пишет в фейсбуке, «Який ваш прогноз на звільнення окупованных грузинских территорий?» Окупованные грузинские территории будут звільнены вместе с оккупированными украинскими территориями рано или поздно, когда это произойдет. Для этого, чтобы это произошло, и Грузия, и Украина должны быть готовы. Готовы экономически, готовы в военном контексте и готовы к действиям тогда, когда этот момент настанет. Потому что никто самостоятельно нам ничего не вернет, конечно. А это все зависит от борьбы, нашей борьбы реального среднего класса или простых людей, обычных людей с олигархатом. Если олигархат будет оставаться в стране, то они не будут заинтересованы это все делать, потому что реформа для них это как мечта моклия любого уровня или любого смысла строительства новых институтов. Поэтому я думаю, что и Абхазия, и сам Ачаблу, так называемая Южная Осетия, и Крым, и Донбасс, и Луганск вернется одновременно. Давайте подъем мы еще одну минуту. Поэтому мы в Украине пытаемся это все для этого пытания. Доброго дня, меня зовут Иван. Ну, меня интересует капитание. Почему, на вашу думку, на сегодняшний день нет никакой реакции Юлии Тимошенко по отношению до Савченко? Ой, я не знаю, я не готов сейчас ответить на этот вопрос, поскольку, наверное, этот вопрос должен быть адресован Юлию Владимировне самой или Батьковщиной политической партии. Телефонный звонок. Моемо, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Представьте, звездки. Это Сергей Хельсон. Мене чути? Так, чим у вас? Чуем, так. Вы знаете, недавно на одной из радиостанций обговорювали тему фейковых новин. И вот, когда я на наших украинских телерадеоканалах чую листу Порошенка, где он каже, как он борется с коррупцией в Украине, как ему тяжело, как он хочет создать независимый антикоррупционный суд, который бы был в первую очередь от него независимый. А ему не дают это сделать наши иноземные кредиторы со своими вимогами. А после этого я вижу, что он шел под Миколаевым, на поценивании был устрем, которого, за словами Бирюкова, было водяно державой 370 миллионов гривен. В каких же хлиных умовах там знакомятся наши солдаты? Холодь, банючий, водяй? У меня виникает вопрос. А может, нашему президенту Порошенко уже тоже только на словах бороться с коррупцией в Украине. А вместо того, чтобы в час войны ехать, отдохнуть на Молдиве, хай лучше как Гонокомаду, как он любит себя называть, хай лучше поедет на этот широкий лан под Миколаев. Я говорю, командующий поживи хотя бы одну недельку со своими солдатами в тех холодных палатках, в той банючей, в той воде. И тогда, возможно, он начнет бороться с коррупцией в Украине, а не Фейковой. Как вы считаете? Спасибо за вопрос. Когда президент первый раз заявил, что в стране у нас активно кипят и кипит 144 реформы, ни больше, ни меньше, он сказал, что под его личным руководством в стране продвигается 144 реформы. Вот я предлагаю вам на вашем округе, на вашей территории найти народного депутата или депутата любого уровня партии Библока Петра Порошенко и задать им вопрос. Пускай они назовут хотя бы четыре реформы от 144, которые на сегодняшний день в Украине запущены. Реально под патронажем Петра Алексеевича Порошенко. Я одновременно не могу не сказать, это у нас открытый, абсолютно откровенный эфир, я иногда шутя его называю Лаки Петро, счастливый Петро. Почему? Потому что он, надо быть счастливым, надо иметь, наверное, какое-то везение, чтобы, не будучи лидером Майдана, прийти и стать президентом постмайдановской Украине, будучи засновником партии регионов, и иметь 82% негатива, это по последним социологическим опросам, и ненависти людей, оставаться президентом, не имея, на самом деле, сегодня, так сказать, сильного противника и соперника, который мог бы его быстро заменить, взять на себя ответственность. Рано или поздно на выборах такой соперник появится, конечно, но на сегодняшний день он держится на двух вещах. Это страх войны, что у нас вот война, и он более-менее, у нас главнокомандующий, который, по вашим словам, отдыхал на Мальдивах, и на самом деле, это тоже очень такое размытое понимание, иллюзорное понимание. И второе, на том, что сегодня люди спрашивают, если, например, завтра не будет Порошенко, то кого нам выбирать? Выбирать стоит того, кого вы сами выберете, поэтому рух новых сил, сейчас наша политическая сила будет запускать президентские праймеры, это соревнования между разными президентскими кандидатами, и не только в нашей партии, но и взагалей любой достойный человек может в них принимать участие, и мы будем весь нашу службу бросать на то, что быстро появилось, параллельно с нашим протестным рухом, появилась такая альтернатива, за которую люди бы могли пойти, доверять, самовыбрать и тянуть, потому что, если люди сами не будут тягать и сражаться за таких людей, то они сами по себе не появятся, потому что среда слишком гнилая уже, политическая, и она слишком монополизована. Давайте подавим еще одно видео вопрос. Добрый день, меня зовут Руслан. Давиде, хотел бы запитать наступное запитание, насколько ця справа твоя судова ее выгодною? Ну, еще раз повторяю, что мне иногда самому смешно, конечно, находиться в роли обвиняемого, потому что всю свою жизнь я сам занимался строительством правоохранительных систем и систем загали. Просто вот так решил Петр Алексеевич Порошенко, вменили мне четыре статьи, якобы я прорываю разные границы, избиваю пограничников, не только избиваю, но влияю на пограничников, гипнотизируя их одновременно. Вот за одно якобы какое-то совершенное мной действие они вменили мне две статьи, например, что я и сопротивлялся физически этим людям и гипнотизировал одновременно. И там организовал какой-то незаконный трафикинг Саакашвили, журналистов через границу и так далее, и так далее. Ну, справа сама по себе реально смешная, но у меня нет надежды, вот честно вам говорю, на суд Мостырского района Львовской области, где молодая судья Гладышева, которую только-только, кстати, ввели в Раду судей, наверное, как приз за обсуждение и рассмотрение моего дела, выстоит тот прессинг со стороны администрации президента, который ей предстоит и, наверное, этим и занимается. Следующий мой суд состоится 22 марта также в Мостыцком. Поэтому вот будем смотреть уже и бороться, что самое главное, как и собирались бороться. Телефонный звонок еще один принимаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас звать? Звитки вы? Ваше питание. Звать меня Лидия Михайловна. Я из Киева. Слухами, пани Лидия. Я хотела запитать у Давида, как он себя почувает в Киеве, в Украине, в безопасности ли он? И чая в него семья. Дякую. Спасибо. У меня семьи нет. Я думаю, что никто из нас не вычувает себя в безопасности, поскольку через все, что мы прошли и проходим, наверное, мало бывает случаев в мировой политике, когда разным лидерам разных движений приходится проходить через много репрессий и унижений. Узбавление громадянства, заборона на въезд в страну, криминальные преследования, задержания, КПЗ, шантаж, вбросы черного пиара и всей этой машины парохоботов и телеканалов и так далее, и так далее. Единственное остается физическая ликвидация человека, которая, слава богу, пока не произошла. И, надеюсь, не произойдет, но риски всегда существуют, потому что этим людям, в отличие от нас, есть что терять. Они теряют миллионы, миллиарды, без которых они себя не представляют живыми людьми. Но они не могут как без должности и без потоков и без миллиардов ты должен оставаться в том кругу людей, где ты остаешься. Эти круга людей для меня во мне вызывают чувство тошноты, например, отвращения. Но для них это тащит так, где они хорошо обитают. Давайте еще один телефонный дзвонок послухаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьте, звездка ваша патент. Да, Кировоград, Сергей. Слухаем. Проповницкий. Под новую медицинскую реформу, да, может быть, стоило построить психическую клинику тысяч на десять пациентов и представителей прошлой и нынешней власти определить туда с диагнозом человека ненавистничество и клептомания. Потому что только люди с больным воображением могут создать такую экономическую и политическую систему и хранить ее даже ценой человеческих жизней. Спасибо за ответ. Ну, я думаю, что клиники для них строить не надо. Для них можно построить одну большую тюрьму современную, где будут все условия для того, чтобы их содержать там какое-то время. И второе, я с вами готов поспорить, что трагедия в том, что они ничего не создают. Они в основном присасываются к чему что есть, а оно уже не существует, оно не работает, но и сохраняют то, что есть. Вот в чем дилемма самого Петра Алексеевича, например. Да, если даже почему он не хочет создавать антикоррупционные суды, почему он не хочет иметь реально дьючую антикоррупционную систему института, потому что та вертикаль, на которой он стоит, она разрушится. Если он не может защищать коллективных разомблатов в парламенте, например, которые по разным, значит, договорникам, из-за разных каких-то договоренностей или крышей, или возможностей воровать лояльно к Петру Алексеевичу не из-за идеологии, вот из-за этого нажимают зеленые кнопочки или красные кнопочки, то кто же за ним будет тогда идти? Ну, кто с ним останется, по сути, да? Поэтому и они не хотят делать ничего нового, и они пытаются вас все время обманывать. И я думаю, что 18-го будет прекрасная возможность всем нам выйти на Крещатик, на Майдан. Кстати, мы собираемся не в парке Шевченко, а уже на Майдане 18-го числа и увидеть друг друга и поговорить, и сказать, и сделать то, что мы должны сделать. Прийти к нему, постучаться и сказать, что он должен просто оставить других покой и дать возможность тем людям, которые хотят что-то строить, построить. Мы можем ему дать гарантии неприкосновенности все вместе договориться, что как бывшему президенту все-таки ничего ему не угрожает. Пускай просто оставить страну в покое, да? И освободить систему для новой энергии, для нового энтузиазма и для новых людей. Еще один телефонный дзвенок. Можем добрый вечер. Алло? Вы меня слышите? Вот, теперь слышим. Так, слышим. Пане Давиде, добрый вечер. Добрый вечер. Тут дзвенок из Тернополя. Я бы хотела вас запитать, если вы такие реформаторы с Саакашвили, реформы такие провели в Грузии, почему вы втекли до Украины. Спасибо за вопрос. И я... В первую очередь мы никуда не втекали. Мы приехали в Украину еще во время Майдана. Я в Грузии работал и был в активной политике. Меня сюда пригласили и пригласили под соусом реформирования страны. И вот только что я встречался со своими младшими молодыми друзьями. Это будущая грузинская оппозиция, которая сражается так же против олигархата, так же, как и мы. И в Грузии, да, я проработал большое время. С 2001 года фактически я был на государственной службе и я считаю, что есть чем гордиться. И когда эти люди задают такой вопрос, я думаю, что нам всем нужно задать такой вопрос после того, как зарплата учителя достигнет минимум 27 тысяч гривен в Украине, после того, как ВВП на душу населения вырастет четыре раза, как это произошло в Грузии, после того, как вся Украина будет застроена новыми эстакадами, дорогами, после того, как наш бюджет вырастет пять раз, после того, как у нас будет тысячи новых больниц современных, и они этот совок и курятники, которые, к сожалению, сегодня не выполняют никакой номинальной своей функции в стране, после того, как Украина станет номер одним реформатором в мире по темпу и уровню реформ за последние пять лет по оценкам Всемирного мирового банка, как это была Грузия, и самой безопасной страной, то тогда давайте будем задавать друг другу глупый вопрос. Но почему? Потому что меня пригласили, потому что меня тоже предали, предали так же, как и вас, потому что обещали, убеждали, что я им нужен был для прогресса, для прорыва в стране, и мой опыт, скромный опыт понадобился бы в этой ситуации. И я увидел большое доверие людей, я не обычный технократ, я не просто человек, который там сижу на зарплате, потом там отработал свое, уволили меня, я ушел, я всегда боролся за свои ценности. В Грузии для этого все делали, в Украине для этого все делаю, и так далее. И для меня работа, это не только работа, это образ жизни, это наша жизнь. Поэтому мы положили на это все, всю нашу жизнь, все здоровье, к сожалению, нервы своих близких и семьи, которые за это все переживают. И поверьте мне, уж мне абсолютно неприятно, когда я нахожу статус обвиняемого в каком-то мастыцком суде, где там молодая девушка и молодой прокурор меня решили судить по заказу Порошенко. Зачем мне было рисковать? Рисковать, потому что мы не отказываемся, не будем отказываться от наших ценностей. И вот в этом заключается суть нашей жизни и борьбы. И это намного глобальнее, чем кому-то кажется. Потому что задавали вопросы, а что будет, если Украина победит, какое-то будет иметь влияние на российскую политику, на регион, на Грузию и так далее. Это все очень сильно взаимосвязано. И кто-то, может быть, не понимает, глядя на Михаила, феномен боливара, который был позапрошлом веку еще в латинско-американских странах, но такие боливары на сегодняшний день существуют. И я думаю, что их надо беречь, а не гнать и с мешками на голове не унижать, не оскорблять. Надо этих людей использовать, их энергию использовать в благо страны. Потому что никогда в жизни мы никого не обуровывали, мы ничего не уносили домой, мы всегда дорожили нашей репутацией. Это единственное, что у нас осталось на самом деле и всегда было. ОНДВ.